А у нас в студии уже появился гость, это Инц Далдерис, бывший министр культуры, бывший советник премьер-министра Латвии Валдеса Домброскеса и ныне избранный депутат Сеймы от партии Единства. Доброе утро. Доброе утро. Я начну с самого актуального вопроса на данный момент. Был или не был разговор о вашей работе в Брюсселе? Никто мне такого не предлагал. Почему же все новостные агентства об этом сообщали? Трудно сказать, кто придумал и почему это. Я скажу прямо после этого, когда мне начали спрашивать об этом, я спросил Валдеса Домброскеса, когда он приехал опять в Ригу, как он видит. Он говорит, что он пока не в курсе того, как действительно будет выглядеть его бюро, но он меня там не видит. А вы бы хотели работать, если бы поступило такое предложение? Приняли бы его? Если было, тогда надо смотреть, что там надо делать, могу ли я эту работу вообще работать. Ну смотрите, вы, конечно же, понимаете, что все эти спекуляции о вашем отъезде в Брюссель связаны с гаданиями по поводу того, как Солу и Таблтоне войдет в Сэм. С этим и были все эти разговоры. Наверное, если ситуация была бы другой, наверное, никто бы особенно не думал об этом. Но в целом, вот ваша кандидатура теперь, получается, вычеркивается, то есть с помощью вас она не пройдет в Сэм. Есть какие-то другие варианты? Это уже не вопрос ко мне. Я думаю, что вариантов пока я не вижу, нет никаких оснований об этом говорить. Хорошо. Скажите, признаете ли вы, что внутри партии «Единство» есть несколько противоборствующих группировок и идет борьба за внимание? Нет, никак не могу согласиться с этим, потому что я не вижу такого противостояния, ну как в любом демократическом партии или общественной организации. Есть, конечно, люди, которые на одинаковые проблемы смотрят по-другому, но это нормально. И проблемы, и другое видение было уже долгое время, так что, неправильно выражусь, но то, что является каждый человек, который работает в Вен-От-Ибе, у него есть свое мнение, и он может это высказать, и он может об этом говорить, это нормально. Но вы считаете, вот целый этап, вот и не ее вычеркнули, она не прошла в Сэйм. Она действительно может продолжать руководить партией? Я думаю, что меняет руководитель партии тогда, когда партия проигрывает выборы. Ну а когда избиратели выражают свое мнение, разве это не важно? Ну мы должны, конечно, учитывать это. Я думаю, что об этом перед Конгрессом или во время Конгресса очередного должна быть дискуссия, и она, наверное, будет. То есть этот вопрос будет подниматься? Остается ли она руководителем партии? Я думаю, что да, это обязательно. Но вы бы лично хотели ее видеть и впредь? Я бы, наверное, хотел видеть всех кандидатов, которые могли бы. Я думаю, что она могли бы быть председателем, но она очень много чего сделала. Она действительно смогла консолидировать довольно разнодумающих людей и собрать вместе партию, которая действительно прошла довольно трудное время, особенно кризисное и послекризисное время у нас в стране. Так что действительно она это может делать. А вы? Я об этом никогда не думал. Не знаю. Можете подумать и выдвинуть свою кандидатуру. Скажите, пожалуйста, вы официально депутат 12-го Сейма. Еще официальных результатов нет. Ну неофициально, но в принципе все говорит о том, что так оно и будет. Да. И сейчас, знаете, вы такой в центре внимания находитесь, и все говорят, вот вы этот сложите мандат или все-таки ими воспользуетесь? Вы будете депутатом Сейма, если официально это подтвердится? Буду. Буду работать в Сейме. Что будете делать особенно, скажем, ну какие приоритеты у вас в работе депутаты? Ну сейчас еще депутаты не поделили пока по комиссиям, но мои приоритеты были бы работать комиссией, да, ну трудно, это государственное управление и самоуправление, и бюджет, бюджетная комиссия, и, конечно, европейские дела, которыми я занимался последние три года. Это такие, которые я вижу, ну, и мы знаем, что не всегда получается так, что депутат может работать в той комиссии, которую он действительно хочет, потому что бывает, что на одну комиссию претендует больше депутатов, чем возможности. Хочу задать вопрос как к бывшему министру культуры. Сейчас очень много споров относительно мюзикла, который посвящен Герберту Цукурсу. Что вы о нем думаете? Ну, я скажу прямо, много есть в мире работы по культуре и в частности в театре, посвященных очень, как сказать, противоречивым людям в истории. Это нормально в этом, я думаю, что это нет никаких проблем. Но я думаю, что в этом контексте, где мы сейчас находимся, как в Латвии, в этом неправильное время, неправильные, я думаю, акценты. И действительно, я не вижу, что сейчас это было бы хорошо для всех нас, чтобы мы начали об этом сейчас говорить. Ну что ж, большое спасибо. Мы поговорим с вами, возможно, когда уже официально Сэм вступит в свои права, новый САЗ. Приглашайте. Да, пригласим, вы приходите. И тогда уже посмотрим, как обстоят дела далее. Продолжение следует...